Девушки отдыхают 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 И само по себе не очень приятная процедура. Для меня в том числе. Хорошо. Я согласна. Ну и чудненько. Доброе утро. О, свидание прошло успешно. Как видишь. Повезло с подружкой. Мне вообще на женщин везет. Завидую. Что в архиве? Ноль. Отпечаток проверил? В картотеке его нет. Значит, будет. Доброе утро, Лиза. Как спалось? Прекрасный денек сегодня. Чаю не хотите? Давайте знакомиться заново. Меня зовут Вяземская Анна Сергеевна. Я ваш новый лечащий врач. Не хотите общаться? Лиза, я понимаю, что вам это может не нравиться, но было бы лучше, если бы мы подружились. Вкусно. Может, все-таки нет чайку? Ваше право. Ну что ж, продолжим общение позже. До свидания, Лиза. 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 Это лекарство. Чай очень вкусный, свежий. Вы любите черный с мятой? Приветствую, Гурген Вартанч. Здравствуйте, Сергей. Мой напарник, познакомься. Где он Северцев? Как-то вы, Сергей, в лице поменялись. А оперативная маскировка, прикидываюсь, побитым. У вас определенный талант. Я тренируюсь. Лейтенант, хотите кофе? Учтите, самый настоящий кофе по-турецки умеют делать только армяне. Ну да, да, еще они придумали гель для волос, луноходы, научили канадцев играть в хоккей. Весь мир держится на армянах. Будете спорить, да? Нет, нет, спорить не буду. Арам Хачатурян, Шарль Азнавур, Андре Агасси. Эйнштейн. Эйнштейн – это еврейская фамилия. Но я уверен, у него армянские корни. Гурген Вартанович, нам нужен самый лучший судмедэксперт во вселенной. Поэтому вы пришли ко мне к поселену, да? Конечно. Проходите. Проходите, дорогие. Смерть наступила в результате обильного кровотечения сонной артерии. И заметьте, надрез только один, но очень точный. Бритва? Или скальпель острый, как бритва. А эти? Это очень необычные повреждения. Чересчур точные, как по линейке. Но на жизнь они не влияли, скорее имели ритуальное значение. И следов борьбы я не обнаружил. А может быть, под ногтями остались фрагменты тканей? Сергей, скажите, ваш юный коллега, вероятно, был отличником. Просто он любит кино про полицейских. Угу. Ответ отрицательный. Нет. Позвольте. Значит, она хорошо знала преступника. Нападение было неожиданным. Ну, делать выводы, это ваша профессия и ваша работа. Я только говорю, что вижу. Спасибо. Да, вот еще что. В желудке жертвы было обнаружено стебли молодого бамбука, кусочки пресного теста и жирное мясо птицы. Китайская еда. Да, утка по-пекински. Так, 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 значит, она не любила армянскую кухню. Да. Так, ну, почему всегда последнее слово остается за рюмин, а? Ну, что за характер? Нам надо ехать в китайский ресторан. О, отличная идея. В какой? В тот, где в меню есть утка по-пекински. Может быть, официантка видела девушку яркой внешности и мужчину, который был с ней. Ну, таких ресторанов, допустим, на каждом углу. А с чего ты взял, что она была именно с ним? Может, с подругой? Ладно, есть другой путь. Едем в институт психиатрии. Зачем? Они составят нам психологический портрет преступника. У этого парня не все дома. Вот тебе психологический портрет. Ехать не надо. Я сэкономил на бензине. Пошли. Так. Ваша очередь. Вот как ты думаешь, почему Костя Цзю частенько использовал прямой удар? Не знаю, постарел. Считай, этого я не слышал. Потому что прямой удар – кратчайший путь к цели. Понял? Не понял. Вы что предлагаете? Взять ордер и арестовать преступника. Понял? Ты едешь, нет? Осторожно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Разрешите я сама? Ни хрена себе. Это давно у нее? И я не замечал. Будьте добры, помогите мне. Осторожно. Постригите я ногти. Господи. Так. Анна Сергеевна, об стену затачивала. Да, чуть пониже ее. Ты сам выбрал эту работу. О, священная инквизиция. Да, хотелось бы загнать вам парочку иголочек под ногти наедине. Понятно. Так. Третьего марта, во время задержания, вы смертельно ранили подозреваемого. Я хорошо стреляю. Двадцать четвертого апреля. Двое раненых. К счастью, оба выжили. А там нигде не написано, что они оказывали вооруженное сопротивление. Шестнадцатый июня. Снова случай применения табельного оружия. И снова капитан Рюмин. Да, да, да. Еще и в августе. Всего четыре раза. Угу. За полгода. А с учетом последнего инцидента, получается пять. Ну, я же не карманников ловлю, а хищников. Капитан, ваша проблема в том, что вы путаете правосудие и самосуд. А ваша проблема в том, что вы никогда не стояли лицом к лицу с убийцей. Руководство обеспокоено. Чем? Статистикой. На следующей неделе состоится заседание дисциплинарной комиссии, которая даст вашим действиям объективную оценку. Хоть кто-то оценит меня по достоинству. Можете не сомневаться. Угу. А сегодня в 16.00 вам надлежит явиться на беседу с нашим нештатным сотрудником. Угол будут ставить? Зачем? Вы уже сами себя туда поставили. Всего хорошего. Чего он хотел? Если я правильно понял, то очень скоро тебе придется вести это дело без меня. Кто это делает все время, а? У нее на теле шрамы. Так. Судя по виду, они стародавние, возможно, из детства. Она их расцарапала. Зачем она это сделала? Хм. Сие тайна. Чужое сознание. Почему светят звезды? Разберись. Ну, должно же быть хоть какое-то объяснение. Оно есть. Но существует только мозгу у Лизы. Ну, значит, нужно войти внутрь и посмотреть. Полагаете, у меня есть ключ? Вы наблюдали ее четыре года. За четыре года она не произнесла ни слова. Да если бы и произнесла. Извините. Ну, что еще? Я ведь не успокоюсь. Что это изменит? Ну, будем считать, что я так хочу. А, если женщина говорит, я хочу, сопротивляться бесполезно. Жаль, что не все мужчины это понимают. Да. Вы требуете от нас слишком много. Мудрость к мужчине приходит вместе с Лысиной. У особо одаренных с сединой. Да. Фотографии Лизы я их сделала во время осмотра. Что вы думаете? Зачем она все-таки это сделала? Так мы ни к чему не придем. Слово «зачем» подразумевает жесткую причинно-следственную связь с логикой. Когда имеешь дело с женщиной, надо говорить «почему». Сделаю вид, что пропустила ваш выпад мимо ушей. Хорошо. Почему она это сделала? Ответ-то очевиден. Потому что захотела. А почему захотела? Отправляйся-ка ты в архив. Загляни в ее прошлое. Мне нужна ваша санкция на задержание подозреваемого. Хорошо. Постарайся меня убедить. Ну что ж. Следов борьбы нет. Соседи шума не слышали. Более того, на кухне два бокала, бутылка вина. Вывод. Девушка сама привела к себе домой убийцу. Не буду спорить. Преступление совершено с особой жестокостью. Возможно, в состоянии аффекта. Мотив? Ревность. Угу. Ну, или месть. Допустим. Кто подозреваемый? Некто господин Рудаков. Любовник вот этой самой Ингрид. Кстати, забавное совпадение. На следующий день он за ней не заехал, а поручил это ее подруге. Ни о чем не говорит. Он ей дал ключ от квартиры, хотя раньше никогда этого не делал. То есть ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что он знал, что Ингрид мертва. Лирика. А где улики, где доказательства? Нами обнаружен на раковине отпечаток пальца. Кровью. Кровь прилежит убитой. Этот отпечаток мог оставить только убийца. То есть это отпечаток Рудакова? Думаю, да. Думаешь. Слушай, Рюмин, а что ты будешь делать, когда тебя вышвырнут из органов? Ну, еще не решил. Связи обширные. Могу с оттенером травкой торговать. С твоей-то репутацией. В общем, так. Час назад у меня был адвокат Рудакова. Вот полюбуйся. Ух ты. Превышение. Оскорбление. Нанесение тяжких, телесных. На, привыкай. Хороший букет, правда? Из этих цветочков можно погребальный венок сплести элементарно. Рудаков, уважаемый человек. А я? А ты мент. И варианта выхода из этой ситуации только два. Первый, ты приносишь свои извинения Рудакову и улаживаешь конфликт. Это вряд ли. тогда второй. Бери вот эту бумажечку и дуй к Лаврентьеву. Он так обрадуется. О чём мы сидим? Всё, свободны. Ты смотри, сколько у нас в стране уважаемых людей. Сутенёры, мошенники, воры, все уважаемые люди. Это неправильно. Это ещё мягко сказано. Я сказал бы по-другому, но не хочу вас обидеть. Так, подожди, я не понял. Ты тоже считаешь, что я должен извиниться? А это правильно. Ну-ну. Рудаков не виноват. Любовник-убийца, это бред. А порезы на теле, а знак на стене. У этого человека есть замысел, он будет и дальше убивать. Ну, спасибо. Нет, я понимаю, золотая медаль, музыкальная школа, университет с отличием. Спасибо за науку. Обращайтесь. Непременно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здрасте, Александр. Очень приятно. О, вы кандидат наук. А, ну да. Анна Сергеевна, вы мне не поможете? А, собственно, в чем? Я расследую убийство. Господи. Опер. Ну, почему же так пренебрежительно? Да нет, не то, чтобы пренебрежительно, просто обычно эта публика считает нас кем-то вроде народных целителей. Ну, шарлатанами, одним словом. Ну, я так не считаю. Рада это слышать. Так что по поводу убийства? Ну, я так не считаю. Я расследую убийство. И мне кажется, его совершил маньяк. Нет никаких следов, нет никаких зацепок. Но мне кажется, что если бы я понял его внутренние мотивы, то... Вы знаете, в одном из старых учебников... Ой, извините, что я вас перебила. Написано, умозаключения маньяка имеют ложное обоснование и не поддаются коррекции. Ляйлер. Перевод на русский был сделан в 1908 году. Это оттуда пошла эта неточность. В оригинале нет слова ложное. Там было сказано субъективное. Согласитесь, есть разница. Простите, а вы читали блейлеры? Ну, так, для общего развития. В оригинале? На немецком. Ну, конечно, не рукопись. И вы опер? Да, самый обычный. Занятно. Я прошу прощения, я вас не задерживаю? Ну, пока нет. Простите, ради бога, как вы сказали, вас зовут? Александр. Александр. Анна, очень приятно. Посмотрите. Господи, какой ужас. Не может быть. Вот, у нее на теле точно такие же шрамы. Она выглядит очень спокойной. Пусть это вас не обманывает. Лиза уже очень много лет не видела солнца. 18-е сегодня? Ну, когда-нибудь она выйдет отсюда? Сомневаюсь. А вы пробовали ее разговорить? Много раз. Вот интересно было бы взглянуть на человека, которому удастся это сделать. Может, она не хочет говорить с лечащим врачом? Давайте я попробую. Ведь она что-то знает об этом убийстве. Вы не перестаете меня удивлять. Разве это плохо? Это самоуверенно. Налюбовались? Пойдемте. Пойдемте. Вы все втроем получились. Отлично. Уходи дальше. Уходи. Уходи. Не спеши. Простите, что вам здесь нужно? Держи. Хватит... Глеб! Привет. А с вами был такой высокий, лысоватенький. Вот. Теперь все в сборе. А что надо-то? Передайте, пожалуйста, господину Рудакову. Я хочу извиниться. Да, ну просто великолепие. Богато, шикарно. Может, хватит поясничать? Или вы хотите превратить все это в милую шуточку? Да нет, что вы, я просто переполнен раскаянием. Не знаю, с чего начать. Так и вы начните с самого главного. Так. Вам страшно за свою задницу, но стыдно в этом признаться. Ну, добавить нечего. Но я надеюсь, вы учтете смягчающие обстоятельства? Это какие? У меня много комплексов. Например, я уверен, что женщину бить по лицу нельзя. Это обыкновенные шлюхи. Они хотят урвать от жизни. Все вот и получают. Все. Вы открыли мне глаза. Жаль, что мы с вами не были знакомы раньше. Может быть, мы закончим эту клоунаду? Ну что? Будем считать, я извинился? Будем считать, что мы квиты. Это? Да. Заявление заберете? Сначала найди убийцу. О! Вот это я могу. Только искать его не надо. Он всегда находится где-то рядом. Рано или поздно он занервничает. Засветится. Я это замечу боковым зрением. И вот тогда... Раз! Да ты что? Извини, я как-то... Я не специально, случайно. Ну, можно я уберу тут, вот здесь? Вот. Ну что ж. Провожать меня не надо. До свидания. Дорогу я знаю. Увидимся. Идиот! Глеб! Да? Позови меня эту. Ну, новую секретаршу. Хорошо. Пусть уберет здесь. Не фокусим. Еще раз. Да. Все решает последний раунд. Леля пошла. Чего вы как курицы варили? Котик, мы не курицами, а фламидами. Отлично! Прошу вас, заходите. О, интересная галерея. Это отражение внутреннего мира наших пациентов. Они выплескивают на бумагу то, что не могут выразить словами. Да, не хотел бы я жить в таком внутреннем мире. Это молодой мальчик, наркоман. Мы подлечили его, как могли, а через три дня после выписки он повесился. Звездные войны? Джордж Лукас тоже был вашим пациентом? Дима, тихий, безобидный олигофрен. Сидел целыми днями, смотрел в пустую стенку и улыбался. Говорил, что видит мультики. Александр, я обязательно прочту историю Панина и все вам расскажу. Просто я должна сейчас ехать в РУВД. Вы на машине? Я на метро. Нет, я, конечно, умею водить машину, но вы знаете, побаиваюсь. Такое ощущение, что вокруг за рулем одни ваши пациенты. Вас подвезти? Я боюсь показаться навязчивым, но мне не хочется с вами расставаться. В таком случае, подождите меня, пожалуйста, на стоянке. Через три минутки я подойду. Аня. Здравствуй. Здравствуй. Ты приехала. А я как раз сегодня хотел тебе позвонить. Сергей, я... Анечка, ты абсолютно права, я... Проходи, проходи. Нет, я... Проходи, это мой кабинет, располагайся. Сергей, я должна тебе сказать... Анечка, я спорить с тобой не буду. Ты подожди меня быстро, ладно? Рюмин, я... Подожди. Рюмин. Не уходи никуда. Помнишь убийство девушки? Угу. А? Ага. Кравовый отпечаток на раковине. Откатай пальчики с этой посудиной и сравни. Без проблем. Заходи завтра после обеда. А пораньше можно? Серёж, ты что, не видишь? Я зашиваюсь. Ты что? А взятка ускорит дело? И не стыдно. Советский человек. Ага. Служишь в органах. Ага. Ну, конечно, ускорит. Приятно иметь дело с опоротнем в погонах. Угу. Как обычно. Угу. Розовеньких, пухленьких. И хорошо припудренный извращенец. А то. Работай. Так. Держи. О, красота. Какая прелесть. Они готовят на самом дешёвом масле. Такого вонючего не представляешь. Говори. Угу. А. Тебе известно, что в современной токтилоскопии существует около 150 пунктов сравнений. И чтобы установить, идентичность отпечатков достаточно в совпадении по 8 пунктам. А здесь 32. Точно? Абсолютно. Абсолютно. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Фонокрама обследования психического состояния оперуполномоченного Рюмина. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вяземская Анна Сергеевна. Рюмин Сергей Петрович. Для начала я хотела бы попросить вас не курить. А может, вообще бросить? Может быть. Курение пагубно сказывается на вашем здоровье и здоровье окружающих, если окружающие вам не безразличны. Ах, да-да. Извините. Оп. Вы нормально себя чувствуете? С утра было неплохо. А потом настроение меняется? Да. Сонливость, апатия? Вот-вот. Или, может быть, наоборот, приступы немотивированной агрессии? Бывает. По-разному. По-громче сделай. Вы хорошо спите. Вы знаете, последние дни. Неважно. Холодная постель. Сбежавший кофе. Одиночество. При последнем задержании вы были вынуждены применить оружие. Я застрелил преступника. Убийство – очень сильный психологический стресс. Но это только в первый раз. А у вас никогда не возникало желания поделиться своими проблемами с близким человеком? Зачем ты согласилась на это? Работа на первом месте разве не так? Что за цирк вы тут устроили? Вы что, из меня идиота делаете? Что здесь происходит с чемпионами? Капитан Рюмин! Вы намерены продолжить разговор? Почему ты меня не предупредила? Я пыталась. Но ты, как всегда, не захотел меня слушать. Я не захочу. Стоп! Спасибо, Анна Сергеевна. Это от переутомления. Просто он устал. Мы все слышали. Он просто очень устал. Животное, способное менять окраску в зависимости от окружающей среды. Собирайтесь куда-то. Капитан, я пытаюсь завязать разговор. Мы же напарниками. Хамелеон. Хамелеон? Хамелеон? Ты спишь? Ай, не балуй, ведьма. Ай, ведьма. Давай, 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 давай Ну, давай. Давай. Добрый вечер, Михалнов. Добрый вечер, Михалнов. Только пик не пристрелил. Любишь украшения? Ну, пошел. Куда? Я вам уже все сказал. Я не убивал. Я ее любил. Мы всегда убиваем тех, кого любим. Иногда медленно, год за годом. А иногда быстро. Один взмах бритвой. И все, да? Нет! Нет. Хорошо. Вы не имеете права! Посиди до утра, подумай. Да вы не имеете права! Да я подожду. Да я подожду. Я подожду. Ох, я не знаю! Любовник-убийца, это бред. Нет, не так все просто, товарищ капитан. Он не стал бы оставлять этот знак. Красивая чертовка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не могу сегодня. Я устала. А почему так долго не звонил? Ну, я понимаю, у всех дела. Ну, я не знаю. Ну, хорошо. М-м-м-м. Yes! М-м-м-м. М-м-м. 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 М-м. М-м. КОНЕЦ Простите, а вы не скажите, когда… Что ж там было-то? Я не понял. Проезжай! Чем больше машина, тем меньше мозгов. Э! Меня слышно? Дрова. Купил, а ездить не купил. Э-э-э, милая! Ты погоди спать, я щас подымусь. Стоп. Вспомнил. Эй! Эй, я к тебе обращаюсь! Эй! 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 Э Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...